Равин Шауль Хабаба проводит онлайн-трансляции молитв и занятий, проходящих в стенах синагоги. Так здесь защищаются от коронавируса. Эфиры собирают до 15 тысяч зрителей по всему миру. В первую очередь это то, что везде стоят специальные мила для людей, которые против, как они там называются. Второе, мы попросили людей старше 60 лет временно не приходить. Во время молитвы иудеи держат дистанцию в 2 метра друг от друга. За столом садятся в шахматном порядке. Католики же следуют рекомендациям архиепископа Беларуси Тадеуша Кондрусевича. Ушинование святого крыжа, инших религийных речев отбывается только праспоклон, без доты к авустам, без целования. Это первое. Так само мы не наполняем крапильницы святой водой, утискание руки. Теперь только праспоклон. Тактильных контактов нет. Даже в таком интимном месте, как Исповедальна, есть защита от инфекций. Таким образом, Ксенц оберегает себя и окружающих от коронавируса. Православная церковь тоже стоит на страже безопасных богослужений. Бобруйская епархия ориентируется на заявления священного синода в связи с распространением коронавирусной инфекции. В нашем храме ежечасно вытираются иконы антисептическими средствами, киоты протираются. Можно не прилаживаться к иконе. Храмы два-три раза в день вымываются средствами. Настоятель Свято-Никольского кафедрального собора советует не поддаваться панике. Надо все выкупить в магазине, все, что можно. Зачем? Да, необходимость какая-то есть, пожалуйста, приобретаем для питания. Но если Господь позовет на ответ, куда с теми макаронами побежишь? Коронавирус навелся в Беларусь почти три недели назад. Минздрав ищет способы доставки лекарств на дом. В Минске меняют расписание общественного транспорта, переносят занятия в вузах, разрешают детям пересидеть дома. Ковид-19 унес жизни более 9300 человек по всему миру. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Максим Галеонко, Бобруск-360.